И я, конечно, надумать ему, когда на тропочку глядила, какау, боль и йоды. Когда на тропочку глядила, какау, боль и йоды. В преддверии Дня Победы в городе проводят патриотические мероприятия, в том числе и на площадках библиотек. В Есенинской участников боевых действий времен Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла поздравили представители администрации нашего города. В мероприятии приняли участие члены Советов ветеранов. Подразделение Московского района уже второй десяток лет возглавляет Александра Репченкова. Мы, конечно, понимаем, что это священная дата. Это горечь потерь. Это и в то же время радость победы, радость мира, свободы. У нас, когда я пришла, было три тысячи ветеранов, участников Великой Отечественной войны. А сейчас у нас их осталось 12 человек. 12 человек. И только двое ходячих. Все остальные уже не могут выйти из дома. Первый день войны, 22 июня, я встретил на западной границе. Тяжелый был день и запомнился мне на всю жизнь. Поэтому три года оккупации, на которой мы находились, и я находился в партизанском отряде. Жизнь была тяжелая, но мы делали все для победы нашего государства в Великой Отечественной войне. С каждым годом тех, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков в 1941-1945 годах, становится все меньше. И слова благодарности за этот великий подвиг ветераны должны слышать не только в предпраздничные майские дни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».